Короче говоря, нам отключили интернет. Пропал аппетит. Мы начали вспоминать, какими были раньше. Настя сделала два хвостика, как в детстве. Было мило, но придурочно. Я ностальгировал. В детстве я весил 40 килограмм. На секундочку стало грустно. Настя предложила, как в детстве, пойти поиграть на улицу. Мы согласились. Взяли мяч, резинку и мел. Вышли. Четыре взрослых человека пошли отнимать хлеб у детей. Начали рисовать. Пока дорисовали, я запыхался. Классики отменяются. Настя достала резиночку. Заставила нас играть. Первой прыгала она. По-моему, мы выглядели как дебилы. Настя ляпнулась об землю. Мы, как джентльмены, подняли ее. Но сначала поржали. Резиночка тоже отменяется. Шурик предложил поиграть в салки с бомжами. Нужно обзывать их и убегать. У него было трудное детство. Мы отказались. Вспомнили про мяч. Миша сказал, что может набить сто раз. Он ударил один раз, два раза, три раза. Настя прилетела в голову. Мы пошли успокаивать Настю. Миша сказал, если она хочет, пусть тоже его ударит. Только не говорит маме. Шурик предложил помириться мизинцами. Это было странно. Мяч попал под машину. Мы начали спорить, кто виноват. Никто не хотел доставать. Начали спорить на раз, два, три. Миша поставил ножницы. Шурик поставил бумагу. Я поставил камень. Настя сказала, что у нее плохой маникюр, и она не будет спорить. Заставили лезть Настю. Пошли на качели. Настя сделала ошибку и села со мной. Я висел больше. Так что Настя висела вверху, пока я не встал. Миша и Шурик пошли воровать зеленые абрикосы. Они были довольны. Но через полчаса мы дружно искали кусты. Начало вечереть. Налетели комары. Я попытался убить комара на Миши. Перестарался. В детстве такого не случалось. Начали откачивать Мишу. Он пришел в себя. Сказал, что уже девять, и ему надо бежать домой. Мы сказали, что ему уже двадцать два, и никуда бежать не надо. Пошли играть в прятки. Настя искала первой. Мы спрятались. Ей стало страшно. Она начала ныть. Пряток не будет. В детстве она была смелее. Комары грызли, как сумасшедшие. Мы разожгли костер. Начали рассказывать страшные истории. Что-то вдруг зарычало. Стало страшно. Но это был мой живот. Настя принесла картошку и хлеб. Это была самая вкусная картошка за последнюю половину жизни. Мы были поцарапанные, грязные, уставшие, но очень счастливые. Короче говоря, спасибо, что отключили интернет. Субтитры сделал DimaTorzok